Говоря о молодёжи, глава государства сделала особый акцент на качество образования. Отмечала, что будет продолжена работа по обеспечению выпускников школ бесплатным, техническим и профессиональным образованием. Причём эту работу планируется довести до 100%, особенно по подготовке востребованных на рынке труда специалистов. Особую значимость приобретает ранняя профориентация детей. Подрастающее поколение должно осознанно относиться к выбору будущей профессии. Правительству совместно с Национальной палатой Атамикен необходимо заняться решением этой важной задачи. Ещё с прошлогоднего послания казахстанские педагоги стали получать материальную поддержку от государства. В нынешнем выступлении Касымжум Артукаев тоже не оставил их без внимания. Как отметил президент, меры материальной поддержки следует дополнить образовательным проектом «Цифровой учитель». Акмолинцы с радостью поддерживают эти инициативы. В рамках послания главы государства Касымжум Артукаев в этом году в повышении заработной платы почувствовали все педагоги нашего района. В районе работают более 1700 педагогов района. В среднем заработная плата за последние годы поднялась на 50%. И это повышение ожидается в будущем в 2022 и 2023 годах. Вопросы образования обретают особую значимость в период пандемии. Одним из наиболее серьёзных её последствий является рост безработицы. Таким образом, президент видит долгосрочные потребности развития страны. Потому весьма не случайный акцент в послании на образование и изменении подходов к обеспечению его качества.